Изменения полей сражений, комментарии разработчиков, мы надеемся, что вы снова проходите время после возвращения компаньонов, нет, и их дебюта в дуэтах, нет, плохо проводим время, существенная часть этого обновления посвящена именно этой механике, очень плохо, большинство изменений компаньонов касаются уровней, хотя было внесено и несколько других изменений, где одним уровнем не обойдешься, надеюсь гуликабру занерфили, кроме того, мы внесли некоторые изменения в существ, чтобы реже встречались неприятные стратегии со зверями, о-о-о, неприятные стратегии со зверями, повторяющимися боевыми ключами, а также незаконные комбинации в дуэтах, незаконные комбинации, полиция как раз снова на сука, некоторые нераскрытые стратегии получили поддержку, мы продолжим наблюдать за развитием мета и выпустим больше изменений при необходимости, вот это обожаю, некоторые нераскрытые стратегии получили поддержку, нераскрытые стратегии, то есть у них был план, на который всем нормальным игрокам насрать, потому что нормальные игроки умеют играть, а у вас там в дизайнерах сидят олигофрены, осуждаю себя за иблизм, Да, и вдруг, как в сказке, получили поддержку. Алекстраза. До изменения пассивный эффект раскоп, теперь один золотой в раскопывайте дракона открывается на четвертом уровне. А-па-па-па-па-па-па-па. Ну, это нерв, причем нерв достаточно сильный, потому что, как бы, сжать за один золотое билку... Ну, с одной стороны, ты можешь принимать-не принимать это решение, но, как бы, бесплатная на халяву, это лучше. Любой тирании. Чтобы утвердиться, нужно лишь молчание гражданского общества. Час, собака, вы будете молча наблюдать за преступлением против свободы. Ставь плюс, если Аоли не мат, а грубый лексикон. Неделя, шумер, неделя. Это 5 и 2 дня. Сиди дома над своим поведением. На стриме тирания. Это давно все знают. Пиши 19.84, если на стриме тирания. Так. Вот. Короче, за один... За один золотой, как бы, это становится дороже. Она все еще достаточно сильна, а билка крутая. Но, как бы, честно говоря, Сашка была долгое время на днище, а теперь ее, как бы, подняли, а потом сразу опустили. Не очень здорово, на самом деле. Вот. Но... Наверное, раскопка каждый ход с Т4, это многовато. Учитывая, что драконы сейчас не слабые и вообще могут раздавать. Наверное, разумное изменение, потому что до этого это казалось поломанным. Так что, окей. Алекстраза. Почему это тоже Алекстраза? Это Аниксия. Сейчас бы мать драконов не признать. Пассивный эффект месть 3, дракончик 3.1. Теперь месть 4. О-о-о-о! Не-не-не-не-не-не. О-но-но! О-но-но! Играть с размером дракончика еще можно было. Она... Не-не-не, тут говорить не о чем. Аниксия не была имбой. Аниксия не была имбой. Месть 3 и месть 4 это очень страшный... Очень страшный нерв. Вот. Короче, забейте. Говорить не о чем. Аниксия получила по жопе абсолютно непонятно как. Следующий герой теперь больше брони. Бурикрыл, Скапс... Скапс? Больше брони? Серьезно? Мурлок Холмс, Зирелла, Рокара. Тарим. Это все... Это все... Это все вообще несправедливо. Доктор Гуляка. Не сказал бы, что он имба. Ну, Галик Страза понятно, Ашара. Ну, понятно. Короче, я изменение брони я чекать не буду, но... Скапс имба, Мурлок Холмс имба, Зирелла имба, Вихлепых имба, Тарим имба. Ну, то есть, как бы, Бурикрыл... Ну, не знаю, я на нем еще и не играл с новым этим петушком, но, по-моему, как бы не стоит. Да-да-да, у Аникси... Аниксия была хороша тем, что она технически... Технически уникальный персонаж. Она специалист по Авенджерам. И это здорово. Ее, конечно, использовали, как правило, альтернативно, но... Это потому, что у нее не было нормальных Авенджей. Но все-таки, как бы... Типа, она была уникальная, ее не надо было трогать. Изменение компаньонов. Карл... Карлуха стал Т3. Ну, Джордж мусорный, поэтому, как бы, просто забейте. Типа... Просто Джордж мусорный, поэтому, как бы, с двумя... С двумя гулями в мете... С двумя гулями в мете с бабкой, с Лероем... Баблы уже просто перестали быть настолько... Настолько десайдерами, поэтому, как бы, просто Джорджа... Как-то его не изменяй, он все равно будет играть по-другому. По-другому, поэтому, бе. Так. Кватсон. Господи, прищек Кватсона просто... То есть, у Серафинли топа разбафали... Разбафали этого... Персонажа. Разведчица ШРУ. Баф. Тюремщик Телл Уотер. Телл Уотер, баф. То есть, скабса разбафали. Скабсу дали больше армора, еще Телл Уотера ускорили. Воу, это просто неправильно. Хороший скабс... Хороший скабс этим Телл Уотером такую грязь творит. Водовоин Вардена. Варден ни о чем, но бафать надо было. Лидарык. Правильно, что бафнули. Учитель полетов. Ну, тут такая ситуация, ты его все равно просто не хочешь иметь на столе. Он просто... Его основная проблема в том, что он просто слабый и просто бафает обилку. И... Если раньше обилка хорошо ходила по кривой, то сейчас это становится просто, ну, не очень, чтобы очень. Не знаю, мне кажется, что Бурик Рыл не взлетит. Несмотря на то, что вы его бафаете, просто сам по себе учитель полетов. Может быть, стоит его побочнее сделать, чтобы он не таким просранным слотом был. Воскажу тебя, Плывший. Король Вихлепых. Разбаф. Окей. Здесь тоже 4-3 для Эктоплазма Кошмаров, но Мутанусом еще хрен-хрен пойми, как ее бафать. Честно скажу, я на Мутанусе не играл, но, как бы, понятное дело, что это хорошая штука. Но ее надо... Эту хорошую штуку надо каким-то макаром хорошенечко разбафать. То есть только через Мурлоков, через что-нибудь в этом духе. То есть это очень специфичная история. Сложно. Сложно. Учитывая, что Мурлоки не играют, это уже эээ. Детеныш Элека, Зерелла. Т2. Шеф Трюмных, вот Голливикс. Т3. Ну, понятно, это баф, это баф, это баф, это баф. Тарима баф. Не знаю, по-моему, слишком жирно. Эшер Галантерейщик, Дэрил баф. Ну, окей. Вау, причем с 4-го до 2-го. Знаешь, сколько Дэрил? Дэрил в жопе. Ну да, Дэрил в жопе. Чего что-то пулкавить. Хорошо, изменения хорошие. Вэллистрас. Раньше был Т3, стал Т5. Ух. Слушайте, ну вообще-то, может быть, это даже хорошее изменение, потому что, типа, другие ваши существа получают 3-3, то есть это докидывает его в ранг. Типа, вот на этот Т5 можно не смотреть, потому что ты, как бы, его получаешь все равно не по ТРУ, а по таймеру, как ты заплатишь за него. Да, он стал дороже, но если вы побеждаете и просто сидите, ждете, то первого вы получите дешевле, а второго вы будете получать тогда и только тогда, когда у вас там экономика позволит, а она может у вас взорваться. И вообще он нужен, по большому счету, для поэтов и для ТРС-гос. Ну, то есть, как бы, может быть и правильно. Защитник империи. Раньше был Т4-2-4, теперь Т6-4-8. Ну, это просто, чтобы быстро не приходило. Ашара, Ашара иной раз всратая, но вообще, стратка на Ашаре, она... Короче, я на ней, по-моему, даже на стриме разочек играл, короче, нет, она не... Она не сияет. По сравнению с тем ростом, который сейчас есть у каких-нибудь Тетисов с четными, у Гуликабры до нерфа. Да, это не те дроиды, что вы ищете. Блестящий моряк, капитан-дробитель. До 3-6-1-1 добавляет пиратов в таверну. Теперь, когда вы будете двух пиратов, получает 1-1, добавляет пиратов в таверну. Это сильный нерф, очень. Теперь, как бы, просто Хоггер не может гонять пиратов с одного ролла без конца. Теперь ему еще... Вот же шок, надо играть в игру, чтобы выигрывать врагов. Правильно, правильное изменение. Правильно, так и должно быть. Послушник Йоксарона. Раньше был Т-4-5-4, теперь Т-5-6-4. Проклядь оплатил на колесе Йоксарон. Теперь дает характеристики одного вашего существа одному другому. Вместо двух ваших существ, двум другим. А Йоксарон все еще очень сильный. Йоксарон все еще очень сильный. Этот нерф очень правильный, потому что Йоксарон был просто откровенно сломанный. Теперь он просто очень сильный. Поехали. Поехали дальше, правильно. Дронош Саурфанк. 4-2-2, теперь пятый тир, 6-6. Фиг знает, Дронош Саурфанк на самом деле играет только в... на лоу-левелах, честно вам скажу. Вот как-то не видал я его в высокосидящем... даже уже на 8К, поэтому как-то не особо... со скепсисом к нему отношусь. Но, в принципе, то, что я видел, а большой юнит 300-300 не делая ничего, может быть, стоит... может быть, стоило его занерфить. Правда, вот это... его не нерфит. Раскопанный прислужник. Лич Басхиал. 3-3, встал 5-5. Ну, типа... 3-3 за Т3, теперь Т4-5-5. Ната Бигдел. Просто... просто меньше... меньше удобного использования обилки. Учитывая, какая Басхиал была с ним поломанная, наверное, нормально. Тёмная Сражница. Раньше была Т2, теперь Т3-6-6. Правильное изменение. У МФ реально была очень-очень-очень всратая тёмная вот эта Сражница. Ты просто находишь юнита. Ты просто находишь юнита, ты просто кидаешь на него обилку, а на следующий ход у тебя этот юнит золотой. То есть ты подготавливаешь себе раскопку, у тебя сразу золотые юниты. А ты можешь кинуть на неё триггер дополнительного Батлкрая при помощи Дракона Наги. Но Дракону Наги убрали. Но ничего страшного. Остался спелл, который за 3 триггерит Батлкрая. То есть это трындец в любом раскладе. Правильно сделали. 9 лягушек. Многие говорили о том, что 9 лягушек слабые. Но вот же шок. Ты когда до Т5 доходишь и начинаешь покупать с 9 лягушек кучу Т5 юнитов, ты начинаешь спамить Т5 с пылами. А это, как правило, золотые версии юнитов. И ещё другое говно. В общем, в целом, 9 лягушек имба голимая оказалась. Поэтому правильно сделали, что занерфили. Хотя на деле, как бы, Т5, моб Т6, моб, считай, в одно и то же время приходит. А Т3 плет тебе всё равно этой штуке не нужен. Ведунья, мёртвый головой, вестик смерти, черношип. Я не помню, чтобы это была какая-то имба, поэтому я не понимаю, зачем её нерфить. Крытые вагоны. Ну, тут справедливо... Тут справедливо, но подняли бы ему статы, а то что-то как-то... Т6, 6, 6, это какая-то... Эх. Снежный элем. По той же самой логике. Фонарщик. Показал себя, кстати, неплохо. Достаточно гибким. Серокрон 2, 7 стал. Т5. Нерф, нерф. Элизу задачёт. Элизу вообще прям... Я после того, как увидел, как Элизы жмут на первый ход свою обилку, понял, что Элизы поломаны. Правильно сделали, нерфите её. Она вообще какая-то странная. Гадрин Т6. Окей. Старший знаток гробниц. Это правильное изменение. Старший знаток гробниц, на самом деле, достаточно поломанная карта, потому что при прочих равных он может добиваться... добиваться многого и очень прикольным чувакам суппортить. Типа там вурдакабры. Это ну нафиг. Очень дешёвая карта получается. Пуще будет подороже. Пилотируемый в их ретрон. Снит, мусор. Не знаю, кто им играет, а тут ещё и занерфили. Тухлопус. Не помню, чтобы они какие-то были невероятно крутые. Здесь раньше было Т4, 4, 4, 3, 5, Т5, 6, 6. Торговцы за кусками Афки занерфили. Как будто Т3, это стратегия. Месиво. Теперь Т4. Мастер Чо. Теперь Т5. Я этого вообще чела не видел никогда и не увижу. Драконий Смертный Чешуй был удалён из списка. Вернули обратно чувака со здоровьем. Это хорошо. Теперь как бы Бран Драконы чуть-чуть более, наверное, адекватны. Хотя Драконий Смертный Чешуй как бы сам по себе под Брана неплохо заходил, потому что ты его играешь под колес Госса, он у тебя растёт, триггер Батл Крайм, ББМММ, но может быть это будет более гибкой гибкой историей, но чё-то сомневаюсь. Тут надо смотреть, как Вурдакабру поменяли. Контрабандистка самоцветов. Окей, вернули. Хорошо. Радужный огнесвет. Это реально неплохо. Радужный огнесвет. Так, раньше был 3.7.1.2, теперь 4.8.1.1. Ну, вообще это серьёзный нерв. Окей. Честно говоря, мне кажется, что проблем в радужном огнесвете не было, не было особых, поэтому не знаю, зачем его так занерфили, но занерфили и занерфили. Посмотрим, что будет дальше. Триггер Хлестут. Раньше был 5.3.1.1, теперь 9.3 плюс 2 к здоровью. Ага. То есть, теперь надо откуда ни возьмись найти, как ты будешь высирать ему урон. А как мы можем на зверях сейчас высрать урон? Никак. А, ну тогда это мёртвая карта. Поздравляю, триггера убрали из игры. Скажем так, мне кажется, это не совсем правильно убирать и триггера, и радужного огнесвета, и вурдокабру в одном патче. Начните с чего-то малого. Вурдокабру, понятное дело, надо возвращать в чувство. Радужного огнесвета может быть не стоило трогать либо радужного, либо триггера. Одновременно их трогать как-то, как-то, по-моему, многовато. Электрический синтезатор. Был 3-1, стал 3-2. Просто чистый баф на темпо. Окей. Трес Госса. Просто немножко подняли. Ну, хоть что-то на самом деле, потому что в них иной раз просто не хочешь покупать. Борода. Так, триггер на старте так и работал уже. Так и не работал ты хотел. 2-3 вернули девочки торговки дракончиков 2-5. Ну, да. Эти лоу-левел драконы, реально их никто не трогает. Я понимаю, почему. Так, 3-5, 3-5, 2-1, теперь 2-6, 3-1. Ну, понятно. Ролиста тоже побафали. Ну, теперь хотя бы чуть более оправданно начинать с Тарас Госса и Ролиста, потому что иной раз ты не хочешь даже это трогать. Наверно, правильно. Наверно, правильно. Вурдакабра. 2-11, когда вы активируете предсмертный хрип, ваше существо навсегда получает плюс-два, плюс-два. Так, теперь 3-12, когда погибает ваше существо с предсмертным хрипом, ваше существо навсегда получает плюс-два, плюс-два. О, это, слушайте, это на удивление очень хорошее изменение. Это выключает поломанную вурдакабру, но при этом при всем оставляет вурдакабру достаточно сильным юнитом. То есть, если вы играете вурдакабру как честный работяга с десратлами, то все у вас хорошо. Если вы пытаетесь вурдакабру раскачать при помощи попуга, который триггерит бесконечное количество механизмов на челе, то тут уже другая история, он от этого не делает. Ну и, конечно же, Тит Ривендер больше, ну, не триггерит, потому что триггер не предсмертного хрипа, а именно смерти существа с предсмертным хрипом. Хорошо? Хорошо, правильно. Хорошее изменение. Вурдакабра все еще сильная, ты все еще хочешь ее брать, просто она тебе теперь не выиграет катку, просто оголтела в соло. Шикарно, так и должно быть. Ночной джазист. Раньше был Т3-2-5, теперь Т2-3-2-3. Вау, хорошая штука, хорошее изменение. Я теперь Брана буду брать все время со свиньями. Если, если буду давать среди героев Брана и будет свиньи, то ночного джазиста, два ночных джазиста, у тебя уже 1-5 кристаллы. 1-5 кристаллы, ты красавчик. Уитеть, идиотец уже. Спасибо, что вайтайп и обнимашки. Так, до благословения жуков, два золотых, раньше было 4-3 с провокацией и еще 4 жука. Теперь, когда на боле-пое позволяется место, призывает жука 10-10 с провокацией. Теперь она стоит 1 золотой. Ааа. Ну, это нерв. Это нерв, сильный нерв, просто что, сильный бесячий нерв. Действительность благословения жуков не использовалась как имба под голдрином, как хрень, которая собьет большое количество баблов. Вот, теперь оно так не работает. И, наверное, это и правильно, потому что, ну, срака была порвана. Другое дело, что вы сейчас, вы сейчас занерфили триггера, вы занерфили ару, вы занерфили вурдакабру, вы занерфили жуков. Очень много нервов зверям на 1 квадратный сантиметр. Мне кажется, что с такими нервами возможно даже у просто обыкновенных голдриноводов начнутся проблемы. то есть, я думаю, что звери получили серьезный удар под дых и они опускаются с терез в тержопа. Так, некоторые другие изменения. Хрень, аль, душу, тробы, компаньон теремщика больше не встречается в раскопке музыкального менеджера идти. Вы настолько не понимаете, как это переработать и как это нервить, что просто ничего не можете с этим сделать. Я понял. Правильно. Вы просто убрали из-за раскопки. Теперь музыкальный менеджер ETC раскапывает Бадди, да не Бадди. Не, правильно, это была сломанная история, надо было убирать. Воззвание к Буре нанеси уроны, который запомнил дух ящера, компаньон Брукана больше нельзя активировать во время фазы вербовки. А как это можно было? Странно. Был расширен список героев, которые не могут встретиться в паре с Дэймом. Понятно, прикольно. Спасибо, Куратаба. Брав, есть еще и обнимашки. Вот такая вот загогулина. Исправлена ошибка, из-за которой превращение алмазного облика п-п-п-п-п-п. О, они исправили ошибки, это очень здорово. Интересно, исправили ли они баг, который появляется визуально, когда ты начинаешь искать катку. Соси! Соси!